МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые массовые соревнования в Поволжье прошли уже в 67-й раз и собрали любителей лыж не только губернии, но и соседних областей. Призы разыгрывались в 12-ти возрастных группах. Именно поэтому на дистанции можно было встретить и Седовласова ветерана, и тех, кто делает первые шаги на лыжне. Сколько лет на лыжне? Начиная с 35 лет, как исполнилось, так и вот до 70 лет ни разу не пропустила. И не хочу пропускать. А почему? А почему? Ну как это? Все тут, все мои друзья тут все, ну как это так? Это силы прибавляет, силы прибавляет. Ой, нет, пропускать. Нельзя. А почему эти соревнования особенные? Особенные? Ну как это так? Это начинается с войны и ни разу не все время состоялись. Все время. Вот это же. Как только посмотрю в Волжской коммуне, все. Более, не более, все равно поеду. Ветераны бежали дистанцию в 3 километра, мужчины разыграли призыв гонки на 15 километров. Победителем стал самарец Дмитрий Афанасьев, которому, как и Елене Никитиной, занявшие первое место в гонке на 10 километров у женщин, уже через неделю предстоит стартовать на чемпионате страны в Сыктывкаре. Дальнейшие у нас планы такие. У Сачев и Игорь будут уезжать на международные соревнования, которые состоятся из нашего города Свердловск, Североуральск, Югорск и Хантамансийск, где будут участвовать сильнейшие спортсмены мира. Лыжный сезон в губернии еще не закончен. В следующие выходные на лыжной базе «Чайка» пройдет юниорское первенство страны на марафонских дистанциях. Хотя все тает, но я думаю, что у нас все будет здесь в порядке, будет готова лыжня. И я думаю, что проведем первенство России по молодежи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова